Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok В 12 часов в зале Центра детского творчества собрались учащиеся 9 классов. Будущих авиаторов, юристов, механиков, инженеров поприветствовала заместитель главы администрации Наталья Лапшина. У вас наступила уже очень ответственная пора, когда вам нужно, во-первых, качественно подготовиться к экзаменам, во-вторых, выбрать свой жизненный путь и выбрать то направление, по которому вы будете обучаться после школы. Я от всей души вам желаю сделать правильный выбор, оценить все свои возможности, прислушаться к своим желаниям внутренним и увлечениям, сделать правильный выбор, выбрать профессию, отучиться и уже в городе найти для себя рабочее место. С пожеланиями удачного выбора профессии и напутствиями обратилась директор Центра занятости населения Нина Гаскарова. Еще раз задумайтесь о том, какое направление вам подходит. Пользуясь случаем, задайте все вопросы, которые вас интересуют и беспокоят в связи с выбором профессии. В рамках проекта развития кадрового потенциала Кумертауса этого года ярмарки проводятся в новом формате. Программа предполагает всестороннюю профиориентационную работу с молодежью. Не случайно работа начата уже в начале учебного года. Так учащиеся уже более осознанно будут выбирать предмет для сдачи экзаменов. Кроме этого, школьники в течение предыдущей недели познакомились с деятельностью профессиональных образовательных учреждений непосредственно на местах. Молодые люди считают, что ознакомительные экскурсии были полезными. Многие выбрали будущее место учебы. Мы были в горном колледже. Там было много чего интересного. Мне понравилось больше всего, когда мы были как судьи, присяжные на юриста. Нам все рассказывали. Мне понравилось, когда мы там все говорили, свои мнения высказывали. Вот я думала, может быть, после 11 поступить на юриста. У меня другой город вообще был в планах. А тут понравилось то, что ты юрист, поэтому, может, на юриста пойду. Ну, мне понравилось в УГАТУ. Там на военные можно поступить. И хочу стать военным. На ярмарке представители учебных заведений еще раз рассказали будущим абитуриентам об условиях приема, о специальностях, которые есть в нашем городе. Выбор профессии – непростая задача. Это одно из наиболее значимых решений, которые в своей жизни принимает человек. При этом важно не ошибиться, а выбрать действительно то, что нравится именно тебе. Поэтому после выступления представителей техникумов и колледжей в фойе было организовано тестирование. Участники ярмарки могли обратиться к психологам, чтобы узнать, какие профессии им подходят. Для этого сначала нужно было ответить на специально подготовленные вопросы. Мы диагностируем по пяти типам профессии. И какую профессию предпочитают, какие профессии туда подходят. То есть человек-человек, человек-природа, человек-техника, человек-знаковый образ. То есть какие туда попадают профессии. Второй этап ярмарки рассчитан для учащихся 11-х классов. С ними встретились представители высших учебных заведений города. 23 ноября на базе Кумертовского филиала Оренбуржского государственного университета состоялась Всероссийская научно-практическая конференция «Проблемы функционирования систем транспорта». О целях и задачах этой конференции подробнее узнавал мой коллега Константин Меркушев. Основная цель данного заседания – взаимодействие между студентами и работодателями. Взаимосвязь нужна для того, чтобы выстроить дальнейшую деятельность студента в будущем. Для этого научные конференции просто необходимы. Педагоги даже приравняли конференцию к празднику. Конференция – это праздник для университета. Важность ее нельзя недооценивать. То есть это то время, когда объединяются и студенты, и преподаватели, и представители с производства и пытаются решить какие-то проблемы. Во втором корпусе Кумертаутского филиала АГУ собрались преподаватели, студенты и представители производств. Поприветствовал всех собравшихся директор филиала Оренбургского государственного университета Татьяна Сазонова. Она отметила значимость организации предприятий и работодателей как основного фактора развития инновационного потенциала общества. Возможно ли представить нашу жизнь с вами сегодня без транспорта? Я думаю, что нет. Заниматься не только производственным сектором, но и внедрять научные разработки на производственных предприятиях. В пленарной части конференции выступили представители предприятий автотранспортной отрасли Республики Башкортостан и Республики Татарстан, преподаватели транспортного факультета Оренбургского государственного университета и Кумертаутского филиала АГУ. Гости автотранспортных предприятий отметили важность таких заседаний. Эти встречи очень взаимополезны. То есть, я думаю, что не только студенты получают от нас ту информацию, которая им пригодится в будущем, то есть уже при трудоустройстве, но и работодатели, мы, то есть потенциальные работодатели, очень многому учимся от студентов и получаем тоже очень полезную информацию. Работа конференции продолжилась заседаниями двух секций по направлениям – технологии транспортных процессов и техническая эксплуатация средств транспорта. Приняли участие преподаватели и студенты высших учебных заведений, средних, общеобразовательных и профессиональных образовательных учреждений Республики. Участники конференции отметили актуальность и новизну тематики представленных докладов, в которых освещались проблемы, связанные с фермированием кадрового потенциала предприятий транспортной отрасли. По итогам работы конференции были выработаны направления решения проблем функционирования систем транспорта. Константин Меркушев, Владимир Кузьмин, телекомпания «Арис». Комиссия по противодействию коррупции регулярно проводит мероприятия по профилактике и борьбе с незаконной деятельностью. Сегодня состоялось заседание комиссии, где было рассмотрено внесение новых проектов в антикоррупционную программу, а также работа молодежных организаций в данной сфере. Первой темой, рассмотренной на встрече, стало осуществление контроля за использованием муниципального имущества, в том числе и земельных участков. В Министерстве земельного имущества Республики и в Комитете по собственности созданы и действуют комиссии по противодействию коррупции. При работе с юридическими и физическими лицами, индивидуальными предпринимателями, ведется работа по сокращению задолженности по арендной плате за землю. За 10 месяцев 2016 года комитетом направлено, повторюсь, по земельным вопросам, претензии 93 штуки на сумму 6 652 000 рублей, предъявлено исков 13 на сумму 3 531 000 рублей. Следующей темой на повестке дня стала проблема соблюдения законов о размещении заказов для муниципальных нужд. Органами, контролирующими сферу закупок, регулярно проводятся плановые проверки по выявлению нарушений. Согласно плану графику закупок, целый годовой объем закупок за 2015 год составил 416,9 миллионов рублей. Объем закупок у Сан-Плорисона составил 15,9 миллионов рублей за 4%. Дело о нарушении законодательства контрактной системы прокуратуры города Кумеркал было направлено в Управление федеральной антимонопольной службы по республике Башкортостан, где было принято решение о административном правонарушении в отношении руководителей каркасных служб. Заместителем главы администрации по социальной политике Натальей Лапшиной в программу работы по антикоррупционной деятельности были внесены новые предложения. Это организация обучения работников администрации, городских предприятий и учреждений и проведения итоговых тестирований, а также новые проекты для молодежных организаций, участвующих в антикоррупционной программе. Акции для автомобилистов взяток не дают, наклейка на машины, образовательно-развлекательные антикоррупционные квесты, скажи, коррупции нет, молодежная акция за чистые руки, и очень много вариантов афиш и плакатов для социальных сетей и для улицы по профилактике коррупционной деятельности. По итогам заседания было решено организовать дополнительную встречу с руководителями учреждений всех городских сфер, чтобы задействовать каждого в антикоррупционной работе. Пионер значит первый, тот, кто идет впереди, и за кем идут другие. Под таким девизом 21 ноября в Центре детского творчества состоялся фестиваль пионерских объединений под названием «Я плюс ты равно дружба». В мероприятии приняли участие сотрудничество школ города. Подробности далее. Фестиваль дружбы прошел в рамках республиканской акции «Мосты дружбы». Основная цель этой акции – объединение работы всех содружеств города. Ведь обмен опыта – главная составляющая роста любого объединения. Наша цель, конечно же, просто побыть вместе в нашей организации, Росток, всем содружеством в преддверии каникул, ну и поделиться, конечно же, не только впечатлениями от сделанной работы, но и всем лучшим, и набраться хорошего настроения. В холле гостей ждала выставка, сделанная руками пионеров. Альбомы с фотографиями, дипломы, кубки, вышивки и в целом история пионерии в нашем городе. И сами школьники выступали в роли гидов. Сегодня я должна рассказать про нашу выставку, про наш тенд, про наши пионерские дела, рассказать всем, кто захочет узнать. Наше пионерское содружество было создано 20 января 1996 года. У нас есть свои законы, традиции. По традиции прошел праздничный концерт, на котором выступали творческие коллективы Центра детского творчества. Танцы, песни, стихотворения – все присутствовало на сцене. Зрители не раз одаривали артистов своими аплодисментами. На фестивале присутствовали родоначальники пионерского движения в городе. По их словам, пионер – это на всю жизнь. А пионеры – это моя жизнь. Это все, для меня это моя жизнь. Это пионеры. Поэтому я очень довольна, что они меня приглашают. Вот, ношу галстук вместе с ними, потому что мы в свое время вот с Димой Озерновым в 1996 году создали вот эту детскую пионерскую организацию «Росток». И, в общем-то, вот теперь она живет, и я очень довольна, что она живет и действует. По этому мероприятию видно, что с каждым годом пионеров становится больше. Заслуга в этом самой молодежи, которая входит в объединение. Нам примыкают новые классы, потому что пионеры у нас с пятого класса. Есть школы, которые в четвертом, в третьем классе принимают пионеры детей. Вот за счет количества детей становится больше. Мечта повязать заветный галстук становится более приемлемой для нового поколения. Можно сказать, что пионерское движение на сегодняшний день на второй волне популярности. Константин Меркуша, Владимир Кузьмин, телекомпания «Арис». Для каждого из нас мама – самый дорогой человек в жизни. И замечательно, что есть такой день, когда можно сказать слова благодарности. Так, 22 ноября в детской городской библиотеке состоялся концерт в преддверии праздника Дня матери. В читальном зале собрались мамы, где их с праздником поздравили дети. На концерте побывала и наша съемочная группа. Мама, пусть всегда со мною рядом. Мама, мне ведь большего не надо. Мама, только не грусти. Ты меня за все. Мамочка, прости. В последнем воскресенье ноября в России отмечается День матери. Он учрежден в нашей стране в 1998 году. Цель блага – поддержать традиции бережного отношения к женщине, закрепить семейные устои, особо отметить в нашей жизни главного человека – матери. Приближается такой очень замечательный праздник День мамы. Мы, как отделение, которое занимается поддержкой семьи, где мама играет самую важную роль, мы не могли остаться без вот такого участия и решили вместе с нашей детской центральной библиотекой провести мероприятие, которое посвящено Дню матери. Героинями этого вечера стали многодетные мамы. Среди них Марина Галкина, воспитавшая пятерых детей. Было очень приятно посещать этот праздник, потому что на душе радость какой-то, такое веселье. Хоть на улице зима наступает, а на душе светло и ясно. На протяжении всего мероприятия звучали теплые слова поздравлений, а дети радовали собравших концертными номерами. Поздравить своих мам в роли артистов разве не лучший подарок? Мне приятно, потому что и мама тебя видит, и для других ты выступаешь. Чтобы было мамам приятно, чтобы они могли посмотреть, насладиться немного в свой праздник, отдохнуть. Сколько бы хороших, добрых слов мы не говорили нашим мамам, сколько бы поводов для этого не придумали, лишними они никогда не будут. В завершении встречи многодетным мамам были вручены праздничные медальки, сделанные руками детей. Гости праздничного вечера отметили. Поддерживать друг друга, несмотря ни на что, в этом и есть секрет семейного счастья и благополучия. Константин Меркушев, Сергей Николаев, телекомпания «Арис». Это была последняя информация выпуска. Спасибо, что были с нами и до встречи в эфире. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова